здравствуйте я очень рада что вы вновь посетили страницу youtube канала белинки и вновь обратились к рубрике точка зрения мы с вами продолжаем обсуждение тех книг которые мне нравятся я считаю их одними из любимых это что многие люди должны с ними познакомиться даже не являясь философами и в прошлый раз мы прочитали с вами небольшой фрагмент цитату из прекрасной книги вертрана раз в истории западной философии сегодня я хочу с вами прочитать из этой работы еще одну цитату в прошлый раз я говорила о том ставила вопрос как раз вы понимают философию и это необходимо для формирования им своей истории философии истории философии их очень много мы можем идти в соответствии со временем и перечислять каждого философа в зависимости от того когда он родился мы можем разделить их по регионам то есть говорить отдельно про историю западной философии говорить про историю европейской философии если конкретизировать американской философии поэтому говоря о формировании истории западной философии каждый мыслитель каждый автор который приступает к этой очень тяжелой задачи он формирует свое видение развития истории философского знания и и рассел предлагает тот вариант который лично мне очень импонирует то есть он показывает связь философских идей конкретного мыслителя с развитием общества в этот момент с его биографии с показывает как идеи этого философа повлияли на общество в дальнейшем и это очень важно потому что философия у нас не живет в отрыве от этого мира философ и люди они живут здесь и они конечно же думают о том что происходит на улице какие революции почему случается война почему цены повышаются каким должен быть государь правитель что является смыслом жизни человека как мы познаем этот мир можем ли мы познать этот мир то есть где пределы знания человека все это множество вопросов на которые идет поиск и как на самом деле тогда разделить и создать определенную периодизацию философских идей то есть это вот такой первый момент а второй очень часто бывает то что у нас при написании каких-либо работ по историю философии забывают о том что философы это люди то о чем я говорила уже и оказывая их философию через призму их жизни открывается совершенно по-новому то что они делают то есть вопрос вот например к вам а за что сожгли джордана бруно прекрасный вопрос да все сейчас могут вспомнить что было написано например в учебниках по физике в школе так вот джордана бруно повели на костер после длительных пыток и нахождения перед глазами инквизиции за то что он говорил о том что помимо нашего мира есть другие возможные миры то есть что человек не единственным а что вы помните за что его сожгли и вот согласитесь вот эти моменты они оказываются важными третье тоже специфика который мы видим у бертрана разлы и может быть это как раз один из моментов почему данная книга всегда была бестселлером до сих пор сколько времени прошло бестселлер и так считаю то раз ведет диалог со всеми этими философами он высказывает свое мнение то есть мы видим авторскую позицию когда читаем то есть например когда он пишет об аристотеле в одном из фрагментов он говорит о том что сам так до сих пор и не понимает что же понимал аристотель под категориями но это же прекрасно когда есть диалог и вот небольшой фрагмент описание именно идеи философской которые он анализирует я как раз и хочу вам продемонстрировать из этой книги все вы я думаю слышали про никола макиавелли макиавелли изм такое прекрасное понятие и фразу цель оправдывает средства то есть все вы помните фразу цель оправдывает средства и эту фразу как раз вырывает из контекста из работы макиавелли государь или князь как можно встретить других переводов а вот если читать совсем все не так цель не оправдывает средства в полной мере но это отдельная история про никола макиавелли про его судьбу а нам интересно рефлексе рассела на рассмотрение как раз философских идей макиавелли и я здесь сразу соединю два персонажа то есть цитата нам позволяет она тоже достаточно длинная эта специфика философы любят длинные цитаты итак читаем это у нас глава которая посвящена философии никола макиавелли и 1 сал пишет героем князем которому макиавелли расточает величайшие похвалы и является чизари борджи он задался трудной целью во-первых убив собственного брата одному пожать плоды династического честолюбия своего отца во вторых силой оружия завоевать от имени папы территории которые после смерти александра шестого должны были стать собственностью не папского государства а самого чизари в третьих обработать коллегию кардиналов чтобы следующим папой стал его друг с большим искусством чизари преследовал эту трудную цель его поведение заявляет макиавелли должно служить поучительным примером для нового князя правда чизари потерпел неудачу но только вследствие необычайной и крайне враждебностью судьбы случилось так что в момент смерти отца сам чизари был также опасно болен а к тому времени когда он выздоровел враги его собрались силами и папа был избран его злейший недруг в день этих выборов чизари говорил макиавелли что он предусмотрел все что могло произойти но не подумал лишь об одном что когда отец будет умирать он окажется при смерти сам макиавелли которому было известно вся подногодное преступление чизари заканчивает так подведя итог делам герцога чизари я не мог бы упрекнуть его ни в чем наоборот мне кажется что его можно как я это сделал поставить пример всем кто достиг власти милостью судьбы с помощью чужого оружия если читать этот фрагмент то во первых мы видим как хорошо пишет раз это история совершенно иная а второе почему я выбрала вот эту небольшую цитату что я думаю это вызовет у вас еще желание почитать и государя макиавелли то есть рассел показывает нам кратко а как макиавелли описывает чизари больше мы все с вами тоже знаем историю семьи борча написано много книг снято много сериалов и как фигуру чизари борча можно ставить в пример остальным и более того в пример новому государю который должен объединить под своей рукой раздробленную италию которая могла бы защищаться от нападок неаполя франции и иных территорий государств но это вот отсылка к тому что я говорила все мы помним цель оправдывает средства если цель благородная то да и макиавелли восхищал восхищался чизари именно в том плане как он владел этими средствами то есть он не рассматривал его как благородную фигуру как благородного мужа но то что нужно объединение государства и если мы преследуем эту цель то любые средства хорошие и сила в том числе и вот такими является каждый главы из этой книги поэтому я уверена что если вы садите вечером начнете читать эту прекрасную книгу вы получите огромное удовольствие на этом мы закончим наше с вами знакомство с книга бертрана раз история западной философии но я с вами не прощаюсь мы скоро встретимся вновь спасибо